всем привет у нас начинается жара наверное 7 утра и уже как-то пропекает но разговор сейчас не о том сегодня у меня по планам высадка вообще всей бахчи и начнем мы с огурцов вот такую глубокую ямку глубина штык лопаты куриной перевной вот такими гранулами буквально вот и хватит есть у меня еще молоденькая крапивка на одной чуть-чуть этой крапивки чуть-чуть присыплю землей можно даже лопатой и чуть-чуть порубить 5 литровая бутылка 5 литровая как пускай будет у других нет было больше я бы использовала больше ну все я сейчас просто зафиксировала чтобы она не болтыхалась туда-сюда а лунки будут вот меня прям рядом с бутылкой и копать их и буду бутылка будет подсыпаться вот они лунки и уже в лунки я буду насыпать хорошую пригоршни перегноя поливать биогумусом ну и вот она рассада это правда не вся на большая часть ну вот он большой он уже с огурчиками вот он огурчик вот она огурчик и усится вовсю а по стволику мы видим зачатки корневой вот они бугорки поэтому углублять я их буду ну вот до этого листа до семи долей скажем так остальное даст боковые корни сорт это веселая семейка ну вот перед вами два сорта кузнечика посаженные в один день на один вот такой не без перевалки маленьком стаканчике приблизительно одинаково они взошли плюс-минус пару дней а другой с перевалкой и вот такая у этого же корневая как обычно заглубление по семи доли так что огурцы тоже любят перевалку и развитие у них соответственно разное перемешиваем делаю углубление вытаскиваю кузнечика вот видите с перевалка видно вот тут было место перевалки вот грунт даже не уплотнился сильно как-то так а вот маленький вот он корневая тоже хорошая но она может еще больше росла но место ей уже было негде этот вот в эту сторону вот вода вполне впитала в эта лодка подождет мы просто тут смесь и земли и перегноя чтоб хотелось акцентировать я поливаю бахчу все только теплой водой и никак иначе все мы вот это тоже чуть-чуть примнем не насилую чуть-чуть вот потом он подокрепнет я сделаю хорошие луночки но поливать будем основном вот тут ну максимум еще вот тут далее до доливаться вода тоже будет в общем попробуем как это будет в этом году выглядеть ну и этот чуть-чуть мы его трамбуем и присыпем где получилось хорошо вот плотний день и очень получилось ну вот этот вот маленький конечно удобно сажать их посадил присыпал и все тут все понятно тут разговоров нет но вот такие большие конечно возникают сложности с посадкой потому что можно и переломать можно все что угодно сделать но сейчас я просто водой залью нашу бутылку и пусть из-под низа она ее питает вообще наверное очень удобно будет и подкармливать а я пока прощаюсь у меня еще поле мое не перепаханное скажем так огурцы требует к себе внимания и раздоропности потому что сегодня у нас 4 июня все это принципе последние выходные которые надо все высадить вот видите под верх наливала вода уходит достаточно быстро и она уходит корешки тоже будут вглубь расти искать себе воду и тем более бутылка не сказать чтоб очень высоко закупана сорт кураж я пока пыталась умостить чем плохо я его надломила надеюсь вот солнце мне отсвечивает я не могу понять видно или нет но он прям вот обломанный на соплях держится сейчас попробуем его как-нибудь конечно уложить хотя бы вот так на бугорок чтоб он дальше не доломался обидно уже с огурчиком уже достаточно такой взрослый вот он огурчик огурчик три огурчика уже завязал ну что такое тоже бывает буду надеяться что он пустит дополнительно корешки где-нибудь и у него все получится вот мое горечное поле огурцов конечно не видно видно кучки соломы ента гнезда укладывала их вокруг бутылок вот она прям хайне с дом и где можно было подкладывала чуть-чуть под огурчики ну вот или чтоб огурчик роз волочился не по земле сразу а по соломке по мере роста пока будет необходимость я это буду процедуры еще подбавлять пока солома есть поэтому будем проводить подсыпки так выглядит мое поле на данном этапе